В тот день в доме у Джимми, а точнее в его гараже, моя жизнь полностью изменилась. Позвольте бы спросить, Дрэк. В Захроник был полноценный концепция? Ну да. С какими мыслями ты записывал альбом 2001? Подход был везде одинаков. Я стараюсь приглашать в студию различных исполнителей, с которыми мне комфортно работать. Обычно я принимаю участие в одной, максимум двух песнях. На моих первых альбомах, Захроник и 2001, я умудрился принять участие в четырех песнях. Но после прослушивания альбома складывалось ощущение, что меня там гораздо больше. И все это из-за того, что я грамотно скомпоновал пластинку. Если честно, то поначалу я вообще не хотел участвовать в создании этого альбома. Я хотел продюсировать, искать артистов. И однажды The Duck уговорил меня взять микрофон и зачитать. Твое участие придает альбому цельность. Это уже не просто набор песен. Ты стала вот центральным звеном. Обоих альбомов. В 1996 году хип-хоп был зоной боевых действий. В 90-е он стал как контактный вид спорта. Внезапно я вновь оказался сам по себе. В очередной раз мне пришлось искать новых исполнителей, с которыми я мог бы работать. К счастью, я уже проходил через подобное, когда делился от Изи И и Джерри Хеллера с их Расслос. Я знаю, каково это начинать с нуля, но в этот раз со мной был Джимми. Есть такие артисты, которые в своих песнях ищут вдохновение, а есть такие, которые ищут хиты. Вот Дре один из тех, кто ищет вдохновение для того, чтобы создать хит. Мне нужны были правильные исполнители. Люди, с которыми я мог бы работать и которых на тот момент у меня не было. Мне не хватало такого человека, как Эминем. Я послушал его демо-запись и почувствовал нечто особенное. Затем я встретился с ним, и как оказалось у нас с ним похожие взгляды на работу, на то, что мы хотим делать в студии. Мы оба жаждали творить. Между нами пробежала искра. Мы нашли общий язык. И вот однажды мне удалось собрать всех вместе, и мы начали творить. Мы поняли, что наша совместная работа имеет успех. Людям очень понравился дебют на альбоме Эминем от The Slim Shady LP, и мы начали думать о том, как можно его улучшить. Так мы начали работу над моим вторым альбомом 2001. Это была идея Эминема. Это он написал всю эту песню для меня из Snoop Dogg. Уже на той стадии она мне понравилась. В итоге мы оставили все как есть, а позже я дописал свою часть, и вуаля! Понятия не имею, что подтолкнул его написать эту песню. Он пришел ко мне с текстом, и спустя какое-то время мы написали к нему музыку. И вот, когда мы завершили запись альбома, к нам в студию заходит Джимми и говорит, «Вам нужна еще одна песня! Еще одна!» А мы разве не закончили? Не знаю, помнит ли он это или нет, но я думал, что за next эпизод станем первым синглом с альбома. Помню, как он тогда мне сказал, «Я лучше лягу поперек дороги, чем позволю выйти этой песне как первый сингл». Очень сложно записывать сингл в конце рабочего процесса. Он либо выходит не столь хороший, либо ничем не выделяется от остальных песен с альбома. Это отличная песня, но мне показалось, что альбому не хватает чего-то иного. Но я не знал, чего именно. Когда я ее услышал, я сказал, «Ну да, супер! Но знаете, мы можем сделать кое-что другое, нечто лучшее». Итак, в очередной раз Джимми был прав. Кажется, это был Стив Стаут, кто пригласил Джей-Зи. Помню, как Стив позвонил мне и сказал, «Не мог бы ты достать мне несколько песен доктора Дре?» А затем, с разрешения Дре, я передал Стиву парочку демо-записей. Одной из них была «Стил Дреа», которую мне написал Джей-Зи. Буквально за сутки из демо-записи он создал целую песню, ставшую хитом. Я понимал, что альбом нужно выпускать как можно скорее, пока Дре не передуман. Кажется, альбом Доги Стал вышел спустя 9 дней после его завершения. Они сделали компоновку для Снуп Дога, а затем выпустили пластинку. Лучший агент тот, у кого вышла лучшая пластинка. Да, вот так вот. Альбом Снупа была. С его альбомом случилась забавная история. Помню, как я спрашиваю Дре, «Ты успеешь закончить альбом на следующей неделе?» Безусловно, непременно. Я сказал, «Ну тогда нам придется купить целый дом для полутора миллионов пластинок». О, да! Да. И что вы думаете? Он меня обманул! Все вокруг говорили, «Ничего не выйдет, его альбом не станет успешным». Люди всегда рассуждают на основе своего опыта. А я знал, что всему миру эта пластинка понравится, точно так же, как и мне. Как я уже говорил, они напоминали мне The Rolling Stones. Их музыка, как и песни The Rolling Stones, увлекает. Я сказал, «Так, ладно, если уж делай так до конца. Давайте уже потратим все деньги, но наконец-то выпустим этот альбом». Сейчас мне приходится долго искать то, что мне по-настоящему нравится в хип-хопе. Мне кажется, все дело в содержании. Такое ощущение, что сейчас количество стало важнее качества. Вчера я написал песню, а завтра она уже в ротации. Чему ты хочешь себя посвятить? Искусству или деньгам? Все банально и просто. Пускай ты потратишь кучу времени, месяц, три, год. Но зато в итоге выйдет песня на века. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...